Ребята, и получается, что если мы с вами начинаем заниматься вот этой терапией, то в первую очередь вы должны примерять эту терапию на себя. Потому что как вы можете говорить, если вы сами не прочувствовали, сами не переболели? И вот первое, очень приятно, когда слышать, когда тебе доктор говорит, я вас ждал в 30 лет. Это был рекорд. До этого говорили 20 лет. А тут в Когалыми, когда мне доктор сказал, что я вас ждал 30 лет, а сам он невропатолог. Представьте, сам болеет, жена болеет, дети болеют, теща болеет, любимая. И нет выхода. Он уже разочаровался в медицине. А тут у него как второе дыхание. И вообще-то, вот у меня работают доктора, много докторов и много недокторов. Представьте, коллектив из 50 человек. Но это не 50, занимающихся лечением или оздоровлением. Там нужно учитывать и хозяйственники, и администраторы, все прочее. Но, тем не менее, большая половина – это не врачи. И в то же время люди, которые прошли все стадии подготовки, будем говорить, у китайцев учились. К нам китайцы приезжают, читают нам раздел. Причем русскоговорящие китайцы, которые там добились хороших результатов. Ну вот, и читают разделы и апитерапии, и герудотерапии. И сейчас в Башкирии институт пчеловодства. Мы с ними задружились, потому что, представьте, институт пчеловодства, если ставят пчелу, пчелоужаливание, то каждый третий, четвертый анафилактический шок, реанимация. А тут, оказывается, содой напоили, и этого нет ничего. А это уже наши частные работы, которые непосредственно около микроскопа. Сами себе пчелу поставили, тут же посмотрели кровь, до, после, приняли соду, снова посмотрели, еще раз приняли. И вот эта густая кровь, которую мы с вами видим, достаточно человеку выпить стакан воды содовой, через 10 минут берем, она другая кровь. И он видит уже другими глазами. И не надо его убеждать, что с этого момента нужно ее принимать. И если человек начинает принимать, он перестает болеть. Омолаживается, волосы перестают выпадать. Мозги начинают нормально работать. Самое главное. Вот в чем дело. Поэтому всегда надо начинать с себя. А можно вопрос? Да. А вот обычную пищевую соду, можно пить и себе погасить? Компу, разбавить? Ребят, конечно можно. Но просто я говорю о качестве. Качество сейчас не очень-то. Можно найти, можно найти. Да, конечно можно найти, но я вам предлагаю самое простое. Это химреактивы. И там, собственно, эту соду. Или бывает в аптеках продают килограммовые для инфузионных растворов соды. А пропорции вы сами для себя определяете. Кому-то чайная ложка, кому-то пол чайной ложки. То есть обычно, если чуть-чуть дозу перебрали, то начинает слабить. А ванну можно принимать? Конечно. Но для мужчин ванная не очень полезная. Это как экстренная ситуация. Для мужчин душ намного полезнее. А почему? Да потому что на 72 часа сперматогенез нарушается. Ну вот так мы устроили мужчину. А вот эту соду как часто надо применять? Ребят, но есть такой физиологический момент. Почитайте. А занимательной физиологией, да? Как часто эту соду мою воду не забит? Ребята, можно пить каждый день. Можно каждый день. Потому что если человек в состоянии, будь говорить, нестояние, или уже жизнью забитый, то здесь можно каждый день. Лично я и моя супруга с 2006 года каждый день пьем. Поэтому не стесняйтесь. С утра натощак утром проснулся, стакан горячей воды. Сами регулируете пол чайной ложки, чайную ложку. И бывает так, что поток народа. Представьте, чем ты больше на плаву известности, тем больше ты работаешь. Я заканчиваю иногда в 12 часов ночи, в 11. Конечно, это работа на износ. Но сода. Вышел, стакан намешал. Все. И как боец ты опять встал, потому что усталости нет. Все, она кончилась. Что такое усталость? Это молочка, это мочевина в крови. А тут она исчезла. И поэтому качество жизни, когда меняется, ты понимаешь, что вот она, истина. И для себя, и для детей. И много детей, или позвонили по телефону. Александр Тимофеевич, у моего ребенка высокая температура. Что делать? Сделай содовой воды. А какой концентрации для ребенка? Как себе. Сделай как себе. Сам попробуй. И ребенок с удовольствием выпивает. Если говорить о собаках, иногда кошки или собаки наливают содовой воды и простой. Ты как собака пьет содовую воду. Потому что она чувствует, что это здоровье. А можно вопрос? А вот сейчас на интернете очень много входит информация, что не только сода, но еще и перекиси водорода. А их можно смешивать. Можно смешивать. Но, опять же, ребят, вы должны понимать, что кислород усваивается при определенном условии. Вот взять такой момент. Если функция правой почки выпадает, то человек страдает чем? Дефицитом кислорода. Тогда боли плохо уходят. Вот когда работаешь с животом, если, предположим, удалили правую почку, то это самый неудобный пациент. Потому что давишь живот, а боли не уходят. Они остаются. Поэтому приходится ориентироваться на плотность, которая уходит под руками или не уходит. Но можно обмануть организм. Обмануть какого? Если правая почка регулирует количество углекислоты в крови, и только при определенном ее состоянии кислород усваивается, то можно взять газированную воду, бутылку газированной воды под горячую воду поставили, чтобы согрели чуть-чуть, открыли, налили стакан, выпили, и начинаете работать. Хотя бы на 20 минут все процессы, как у всех нормальных людей, идут. Потому что временно функцию почки берет вот эта газировка. И поэтому газированную воду всегда в литейных цехах давали. А почему? Потому что доменные печи сжигают много кислорода, кислорода мало в окружающем пространстве, чтобы усилить усвоение этого кислорода. Газировка была. Поэтому нужно понимать, что газировка тоже полезная. Не надо говорить огульно, что это все это фигня. Для кого-то это способ выживания. Ну, главное, чтобы была углекислота. И мы с вами можем вызвать искусственную гипоксию каким образом? Подышать интенсивно. Опа, упали. А почему? Углекислоты нет. Вы надышали кислорода, а углекислого газа нет. Все, не усваивается. Мозг готов, улетел. Пакет еще дышит. И пакет дышит. А еще раз леву почек суда. А вот как раз она не противопоказана. Яд от лекарства отличается только дозировкой. Поэтому с небольших доз вы начинаете работать, и сама почка, которая регулирует, она сама же и восстанавливается. И поэтому часто бывает, и опять же, работа с нашим животом, мы работаем с животом, и вот один, как израильтяне говорят, недостаток у вашей темы слишком быстро выздоравливает. А тут, представьте, пришел человек на прием, я ему стакан содовой воды выпей. Он его выпивает, ложится на стол, я отрабатываю. После того, как он вышел от меня, может посмотреть кровь, и в этой крови он увидит огромное количество выдавленных, старых, форменных элементов. Там поэкилоцитов плавает, такое количество. Тут же содовой воды выпил, домой пришел, крепенький, здоровенький. Но, единственное, быстро выздороветь. Ну, вы уже здесь сами, как вам выгодно или не выгодно. А когда там, за этим человеком стоит еще там десятка, два, или три, или сотня, то, пожалуйста. И вам смена постоянная... Это отдельные личности, но их мало. Это в основном часто бывает онкологические, а у них же кризы. У них кто ацедатический сдвиг, кто ацедатический. При отсутствии желчного пузыря, желчный пузырь, конечно, он выполняет определенную функцию, но наша с вами задача скомпенсировать его отсутствие. И вот здесь-то вот как раз работа будет заключаться в том, что используется герудотерапия. Постановка пиявок. И не забывайте, опять же, ребят, вот синий цвет. Кто в советское время жил, наверное, помнит, как только ребенок желтушный, синяя лампа, все. А синяя лампа, она, белирубин, переводит в водорастворимую фракцию. Представьте, а сколько у нас докторов приходит доктор, у которого белирубин зашкаливает. Печень жесткая, напряженная, передавила эту полую вену. Да и вообще, все это само по себе ненормальное явление. Человек никакой, когда печень, его ненормально работает. И вот здесь самое простое. провели манипуляцию, тут же синюю лампу положили, продолжаете работать с животом, а лампа работает. Или на область легкого, на область сердца. А представьте, синий цвет, если вы откроете интернет, сейчас в интернете много всего, это работа Грачева, Александр Иванович, который предложил как раз лечение сахарного диабета с помощью синей лампы. Первый, второго типа. Представьте, а синий цвет, он очень глубоко проникает через ткани. Он усиливает работу митохондрии клетки. А что такое митохондрия? Это своя подобная электростанция, которая в клетке присутствует. Так вот, усиливается ее деятельность, функция восстанавливается, гемоглобин начинает, низкий гемоглобин под воздействием синего цвета стабилизируется. Потом оказывается синий цвет является еще средством, которое скажем санирует кровь. И сейчас в продаже в Москве имеются мышонки. Кто с компьютером работает, а на этой мышке электронной там три лампочки светят синего цвета, три светодиодика. И человек пока работает, в нее санируется вот этих стафилококопов, стрептокопов становится меньше. А теперь если взять работы за 1883 год, если кому интересно, я могу показать у меня в телефоне, я отснял литературу, об этом уже было написано. 1800-е годы, офигеть. и шведы, норвеги, финны долго не жили. А почему? Облачно постоянно свет не проникал, и в результате люди долго не живут. А женщины в 20 лет умирали, обычно первого ребенка родили, и все. Потому что гемоглобин был низкий, из-за того, что света не хватало. А представьте, кто интернет иногда посматривает, в интернете есть инстаграм, и там показывают в Китае провинция, которая окаймляется горами, и там формируется из чистого воздуха линза, и благодаря этому самое большое количество ультрафиолета, а самое главное очень много синего цвета. Так люди средней продолжительности жизни 160 лет, 120 это безвременно ушедшие из жизни. Вот вам про синий цвет. А почему его не приложить одновременно здесь к животу? А если Зверев лечил патологии глаз через фотодиоды синего цвета, желтого цвета, катаракты лечил, глаукомы лечил, правда сейчас он на пенсии, мы с ним иногда созваниваемся, перезваниваемся, приглашая его, чтобы он у нас начал читать лекции, потому что сейчас возможностей много, можно получить сейчас фотодиоды есть синего, зеленого, красного, и каждый свет что-то творит в нашем организме, кто мобилизует иммунную систему, а что-то мобилизует и поджелудочную железу, это вот как раз как ваш вариант, поэтому иногда все гениальное, простое. но не зря же есть светотерапия, конечно, и поэтому когда космонавтов, а вот мы еще дружим с одним парнем, он у меня сначала прошел как пациент, а выяснил, что он работает на космодроме, и когда космонавты прилетают, первое, что их помещает в капсулу, и там светодиоды синего цвета, недельку он по полчаса полежал, полностью восстановился, а теперь поехал дальше. Вот вам синий цвет. Если мы с вами говорим про стоматологию, в рот синий цвет, десна, воспаление прекращается, улучшает состояние слизистой, вот вам стоматиты, вот вам различные патологии ротовой полости. А если взять и этот же парень, который работает на космодроме, он рассказывал такой интересный случай. Они взяли одного мужичка, положили на лист, который используется в флюорографии во время съемки, но там рентгеновское излучение, и положили на полчаса лампу синюю. Так вот, через полчаса на этом листе обозначились внутренние органы. Это синий цвет, вот такое свойство. И поэтому санация воды, санация крови, поднятие энергетики нашего тела. Синий цвет, извините, синий ламп. Помните, уши прогревали детям всегда синим цветом. Воспаление, а как воспаление? Энергетика клетки поднималась. Я сама лечила лично. Все, вот видите. У меня дома до сих пор это лампочка. Поэтому у тебя синяя пламя. А я в лампе синий, она же большая в лампе использовала. Нет, ну, ребят, мы же люди современные, сейчас и различные устройства коротенькие, маленькие. У нас наши гинекологи, наш проктолог, и да вообще любой доктор подходит, там назальные электроды. Знаете, синяя лампочка стоит, фотодиод, и по этому стеклянному электроду туда попадает. Воспалительный процесс носоглотки заканчивается. Но, конечно, это не решение вопроса, потому что носоглотка имеет отношение к нижним отделам кишок, и что с кишками происходит, то оно происходит и здесь. Поэтому решать-то нужно так, но человек же забегает вперед, ему нужно сейчас получить вот какой-то эффект, результат, поэтому в нос вставили эту синюю, с одной стороны, с другой стороны, три минуты продержало, все нормально. Или на зубные щетки, чтобы их не обрабатывать, одевается чехол, а в нем светодиод синего цвета или фиолетового цвета. Все, обработка три минуты и щетка идеальная. Не надо ее ни во что макать, не надо ее размачивать. Вот вам, пожалуйста, способ. Это я говорю, что можно дополнительно применять вот в этой терапии. И так же самое с простатой. Аденома простаты, электрод туда, опять же, стеклянный электрод, на что-то одетый. Можно там прозерватив или на палечник одели, чтобы можно было пользоваться. Хотя можно как одноразовый в конце концов для себя приобрести такой. Вагинальные вставляют синий цвет, миоматозные узлы исчезают. А почему не пользоваться этим? И поэтому мы вынуждены, как бы не то, что вынуждены, мы берем к нашей терапии еще вспомогательной. А, собственно, я начал говорить про пчелу. А почему пчела? Да пчела, оказывается, очень хорошо борется с герпесом. Мощное противогерпетическое средство. Представьте, если герпес сел на зрительный нерв, вы уже слепой, потому что противогерпетического нет препарата. на слуховой нерв, значит, глухой, седалищный нерв, чаще всего оперирует, якобы грыжей и все прочее. Одна-две постановки пчелы, все кончилось. И поэтому пчела является мощным средством, которое убирает или обеспечивает нам борьбу с герпесом, который поражает. И часто бывает так, что легкие поражаются герпесом, но мы их не чувствуем, а чувствуем тогда, когда пробу взяли банок, наставили на 20 минут и нифига себе, смотрим, человек перенес инфаркт, а у него выставили банки на груди и на спине. Там, где сердце, волдыри полезли, а там на другом месте нет. Вот волдыри, как обычно, при герпесе на губах. И поэтому, получается, мы искусственно вытягиваем и ставим до той поры, пока эти волдыри не перестанут, а зато сердце начинает нормально функционировать. Легкие тоже, бывают астматики, которые уже ничем не лечатся. Наставили банок, и там такое повылазило. Но, конечно, мы предупреждаем. Он говорит, я хочу, чтобы, лишь бы я дышал. Жена говорит, что они с тобой сделали? Он говорит, ну зато посмотри, как я дышу. И он, первую процедуру сделали, через 3-4 дня вторую, а на третью уже ничего не вылазит, и дыхание другое. Суставы, сколько поражений суставов герпесом, но на это никто не обращает внимания, потому что и бороться-то не знают как. Пчела, пчела, и проверка банкой. Бэм, на 20-25 минут. Волдыри вылезли, значит, еще там и опять пчела. А пчела, у нее еще есть свойства, это единственное, можно тварь, про нее говорить, что она восстанавливает связочные компоненты. Представьте, если связка надорванная, пчела полностью восстанавливает связку. И у нее есть свойства, она формирует костный коллаген. и как после этого пчелу не любить. И оказывается, гелоронидазы у пчелы в 30 раз больше, чем у пиявки. И поэтому, когда нам нужно растворить какие-то костные образования, мы ставим пчелу, вальгусная стопа, поставили, но перед этим отработали, если взять правую ногу, большой палец ушел, да, сдеформировался. Это печень, отношение к печени. Мышцы печени отработали, а теперь пчелу туда джинк, смотришь, через две недели, через полторы палец сам выпрямился. Вот вам работа. Или, предположим, киста Беккера. Видели, наверное, кисты, которые под коленкой, плотные, твердые, обычно их оперируют, а тут две-три постановки той же пчелы, и все заканчивается. Поэтому, как не задружиться институту пчеловодства, с нами, если мы им столько материала готово преподнесем. И пиявки. А вот, если вы хотите, чтобы дети были гениальны, оказывается, в первый триместр беременности, если поставить на область печени пиявки, это в то время, когда идет закладка мозга, то дети гении рождаются. Другой вопрос, хорошо это или плохо? Многие наши доктора попробовали, получили такой результат, но ребенок-то по развитию выше, они не знают, что с ним делать. Они не могут отвечать на его вопросы, потому что он легко в голове умножает 75 на 75, сколько, 5625, или 85 на 85, 7225. тяжело считать. И поэтому родители начинают отставать в развитии. И, конечно, здесь вот нужно управлять уже ребенком, куда он пойдет. Он может уйти в криминал, а может в науку. Но, тем не менее, если у вас желание, чтобы дети были нормальные, это работа Крашенюка Альберта Ивановича. Можете набрать его. Крашенюк, Альберт Иванович, Санкт-Петербург, профессор, доктор медицинских наук, который изучал пиявки. Конечно, можно долго рассказывать и про пиявки, но пиявки применительно в висцеральной терапии. Потому что, представьте, часто бывает, ставят пиявки или пчелу, получают аллергические реакции. А вот, когда вы знаете живот, то вы уже здесь пчелу не поставите или пиявку не поставите. А можно поставить пчелу и на десну, оказывается. На десну поставили кровообращение, ведь во рту тоже герпес бывает. А мы с вами говорим, что если малое потребление цинка, герпес у каждого присутствует. И когда вы ставите пиявки, пчел тут же обязательно, чтобы цинковые препараты. Вы опять пришли, посмотрели, ага, что там из цинка-то здесь есть. Нужно, чтобы как заместительная терапия, чтобы свободное место пусто не бывает. И, конечно, самое большое количество цинка, это простата. Потом хитин. Хитин, он нужен. Очень нужен. Мы сейчас были у арабов, знаете, лежим на пляже, вдруг саранча около меня чмок. Я говорю, цоп. Жена говорит, зачем? Я говорю, съесть что ли? Ладно, пусть летит. А вообще, в Таиланде, кто, если будет, жареные, вот такие вкусняшка, знаете, как барабульки летят. В Болгарии барабульки вкусненькие, а там и черные тараканы. Казалось бы, только себя чуть-чуть перебороть, а дальше она вкусняшка. А вот представьте, вот этот хитин, он восстанавливает печень, клетки печени, и при циррозах, при жировых гепатозах, это очень нужное явление. Роговица глаза, когда страдает, простата страдает. Ведь у нас с вами аденома, у мужчин аденома простаты, когда формируется? Вот представьте, две дольки пристательной железы. И одна из долек состоит из множества долек. И вот эти множества долек, каждая долька в хитиновом сеточке, в хитиновом мешочке. Так вот, когда хитина не хватает, организм берет откуда этот хитин? Из тех органов, которые менее ценные. Природа говорит, он хватит, он уже отработал свое. Теперь раз, оттуда забирает этот хитин, а в результате эти дольки слипаются, и вот вам аденома простаты. А чтобы решить эту задачу, нужно просто улучшить микроциркуляцию, кровоснабжение, и тут же хитозаны, хитосаны, или креветки, да, то есть подсушили их, и вместе с панцирем разжевали, или там перемололи, или, зачем, зачем же, вареные, да, вареные, или же в Таиланд слетали, покушали там этих, да, поправились. И обратите внимание, вот когда две обезьяны встречаются, что первое они делают? Они друг у друга начинают блох искать на голове, и они что их? Выплевывают, съедают, и оказывается, хитин, для них животные тоже понимают, полезен, или собака, если она становится блохастой, потрогайте ее печенку, вы будете удивлены, печень-то увеличенная, отекшая, и тогда собака становится блохастая. А вот когда детей в детском садике вы посмотрите, и каждый ребенок, у которого вша на голове, печень свисает. И ведь природа дала, что, ага, вот эта вшивость появилась, как цыганский рецепт, желтухи, да? В хлеб закатывается, и две-три вши проглатываются. Да, это есть такой рецепт, описан у Куренова еще в 20-х годах прошлого столетия. И печень восстанавливается. Да, печень восстанавливается. И в советское время были цыгане, которые продавали вшей на рынке. Поэтому ничему не удивляйтесь. Мы просто, если этого не знаем, но вообще-то оно есть. И если, вот предположим, у меня была теща, конечно, царство небесное, но был такой прикол. Она работала на химическом, на вредном производстве, ну вот, а я постоянно по командировкам, и как-то некогда было маме уделить было должное внимание. А тут мне после работы с футболистами зарплату выдали 1200 рублей, надо же! в то время, как на станции переливания 180 рублей платили, 140, 180. А там 1200. Ну, естественно, тещу забрал, жену с ребенком, и поехали отдыхать. И вот, сняли апартаменты на юге, в Сочи. Ну и вот, и постоянно мою тещу, она утром проснется, вся искусственная, все тараканы, все клопы, все на ней. Ну вот, и она что, дошло до чего? Она ложилась на пол, обливала вокруг себя водой такой вот, и спала на этом островке. Так они что, они заползали на потолок, из потолка на санте. Так любили. И вот, когда тещу пролечили, то есть, промял живот, дали касторки, потом она тут еще кору осины пропила, и вместо того, чтобы я ее попросила, мама пропей, там две недельки, а она полгода. Через полгода я приезжаю, она говорит, ой, она какая вкусная, я ее ем. Зато печень у меня хорошая, все прочее. Ну, женщина дожила до 90 лет нормально. И опять, если бы не грибы. Но, вся идея заключалась в том, что, видите, главное, печень улучшили, и тараканы, клопы, перестали на нее ползти. То есть, вот мы так устроены, что, на нас все и растет. И вообще, вам бы еще интереснее полистать работы Черешнева, Черешнев, Академик Черешнев. Они работали над чем? Над стриптококками, стафилококками. Оказывается, стафилококки и стриптококки выделяют киназы. Стафилококка киназа, стриптококка киназа. Так вот, эта киназа является мощным противоонкологическим средством. И работы Гурова и Черешнева они заключались в чем? Они взяли две с половиной тысячи народа со злокачественными образованиями и стали им вводить киназы стафилококка и стриптококка. И чем же закончилось? Из двух с половиной тысяч где-то только 150 человек погибло, умерло, а все остальные выжили. Так вот, просто так ни один чирий не появляется. Если вы посмотрите на спортсменов, у которых сучьевыми, а сейчас с глубины уже своего возраста ты видишь, ага, вот у этого постоянно чирий. А что у него? А у него онкопроцесс мочевого пузыря. То есть они появляются для того, чтобы организм сам решил эту задачу. Потому что стафилококки и стриптококки вырабатывает вот эту стафилокококкиназу, которая является подавителем, погасителем онкопроцесса. А сейчас вопрос, а где же тогда эти их работы? А почему их, то есть вот эти киназы не продают и не лечатся? Оказывается, это заначка государства на случай бактериологической войны. И как только если война начинается, все молокозаводы переводят на другие рельсы, они будут производить вот эту киназу. А сейчас то, что без войны столько народу погибает, а это уже другой вопрос. Может так надо? Может так надо, да. Но, ребята, мы с вами должны знать. И на сегодняшний день еще один интересный материал, это связанное с гуминами. Знаете, что такие гумины, да? Гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты это то, что лежит в основе живой жизни, нашей жизни и растительной жизни. Мумиё? Нет, гумины. Так вот, качество мумиё определяется содержанием гуминов. Если гуминов мало, мумиё можно выбросить на помойку. Никакие микроэлементы здесь ни при чем. Гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, в свою очередь, они делятся еще на фульвовые кислоты. И вот такая кислота, она способна излечить онкопроцесс. Рак глаза, рак мозга, рак чего хочешь. Нет, эти гумины получаются из древних структур. Предположим, их получают из торфяника, который на большой глубине. Из нефти получают из каменного угля. И оказывается, в советское время работало множество институтов под грифом секретно над этой темой, потому что это жизнь, длинная жизнь. представьте, гуминовые кислоты способны удлинить теломер в ДНК. Не сократить, а удлинить на 40%. А вот посмотрите, сейчас на основе гумин делают гуматы, удобрения. Да, и вот эти гуматы, они чем отличаются? Там нет нитратов, там нет химических компонентов, там жидкость, вода древняя, поднятая или полученная с помощью червей. Черви, оказывается, тоже вырабатываются. Вот если эти гуматы, предположим, даже курицу кормили антибиотиками, гормонами, достаточно гумины дать, и гумины нейтрализуют все вредные действия, тогда человек воспринимает это мясо как нормальное, здоровое мясо. То есть, это за будущим. Айо пьют в небольших чайной ложечке этого гумина обеспечивает жизнедеятельность на целый день, на целые сутки. Это другой вопрос уже. У нас в ПЭБе есть. А сейчас, да, сейчас появляется появляется гумина. Но, конечно, здесь еще одна особенность, особенность заключается в том, что нужно перепроверять. Иногда компания заявляет там 30 процентов, 50 процентов. на самом деле, когда начинаем перепроверять, там 5-3 процента. Потому что, чтобы разделить это все. Ну, по крайней мере, вы должны знать, что это есть. И китайцы вырастили, выиграли Олимпийские игры на наших гуминах. Я знаю человека, который снабжал китайцев этими гуминами, там целый институт работал. И представьте, если человек подтягивается 10 раз, на гуминах 20. Вот вам запас какой. мумиё покупать, не ешь гуминах. Мумиё, это надо много съесть его. Ну, это, в принципе, это грязь. А вообще, сами гумины такого черного цвета. Ну, где они грязные? Где есть? Я уже говорил, и в Соединенных Штатах 100 граммов гуминов стоит 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов? Да, и если в таблетку положить, в любую таблетку немножко гуминов, то эта таблетка супер-пупер становится. У нас все есть. В червях. В червях, да. Часть в червях. Поэтому и стафилококи, и стриптококи, те, которые сейчас, стафилококи, стриптококи, это мутанты. А черешни фигуров находили в старых захоронениях, то есть мамонты. Еще времен с мамонтов оттуда собирали эти стафилококи, стриптококи, потому что достаточно человеку уколоться или принять таблетку антибиотик, как все эти гумины, вернее, все эти стафилококи, стриптококи, они погибают. Теперь, ну, это вот как бы новое, что можно дополнять, вот, как дополнительная добавка для того, чтобы ускорить процессы оздоровления. Ну, и, естественно, вам желательно бы вот эти вот все схемы взаимодействия читать, понимать, язык посмотреть, а покажите язык. Ух ты! Здесь вот как раз здесь проблемы и желудка нарисованы, тут и вам нужно обязательно ограничить молочные продукты, а тогда хлеб, наверное, дрожжевой. Хлеб бить дрожжевую пику сама уже второй месяц. А, на второй месяц, а грибов пока еще не избавить. А можно вашу руку тогда? Да. Сейчас, секундочку. здесь тоже слабенькая левая почка. Так, а можно сразу две руки? Секрет, секрет, секрет можно скажу? Да. Ага, пережить. здесь более-менее ничего. Возьмите мои штуки. Ага, а давайте вот. А вот у этой девочки надо смотреть аорт. Да, нижние отделы плотные, твердые, напряженные. и тогда нужно посмотреть. Да, здесь еще одна проблема. Проблема с яичником, с грудью. Как ни странно, с правой. Не бойся. Да, но это решаемая задача. Покажите язык. Расслабьте его. Расслабьте. Расслабьте. Вы можете расслабить язык? Как это? Покажите, расслабленный. Рот открой и высунь. Спасибо. Открышки. Как врачу. Ну, в общем-то, понимаете, если я рассказываю, я должен сказать, как лечить, как убрать. Вот я от вас вернется. Не отлипно. Ну, по крайней мере, вот здесь нужно обязательно решить эту проблему, потому что маточная, вернее, к матке идут два сосуда от подвздорных артерий, ну, чтобы они нормально функционировали. И поэтому, если открыть кровообращение, то все будет нормально. И тогда этот яичник будет лучше кровоснабжаться, а здесь опасность в формировании кистоидов, потому что если кровь не поступает к яичнику, здесь, конечно, и печеночка. Это не страшно. Это решаемое. Главное, это решаемое. И здесь тоже. эстрогенов у вас маловато. Да. Поэтому здесь тестостерон доминирует, но это можно, это опять же кровоснабжение яичников. Тогда тоже язык покажите, расслабьте его. И здесь виноват желудок. Да, поджелудочный. А поджелудочный поджелудком. Если желудок напряженный, он передавливает не только артерии, а варис, но и поджелудочный. Я подозреваю, что у меня болезнь крона, но я к врачам не хочу. Вы подозреваете, надо просто просмотреть, решить. И самое интересное, решается достаточно просто. Александр Савуфеевич, ну раз уж я пришел. Ну вот, конечно, сразу, когда начинаешь трогать, сразу рука мокнет. Но с другой стороны, это говорит о том, что левая почка ослабленная, потому что левая рука более влажная, чем правая. Здесь с кишечником тоже проблемы. И язык покажите. Ух ты, расслабьте его. Да, и желудок. Желудок желательно бы расслабить. А вот, ну-ка, тестостерон достаточно хорошо. Хотя он и напряженный желудок. Надо водки меньше пить, наверное, да? Ну, водка по-своему. Каждому по-своему воздействует. Ну вот. Так, ребята. Посмотрите? Да, можно любого посмотреть. Посмотреть-то нет вопросов. Сказать-то можно, а нужно сказать, как избавить от этого. Вы знаете, откровенно говоря, в интернете вы можете как раз вот Карманский будет читать и посмотрите его сайт. Да, и там у него рекомендации, он мифы. Вот темнопольная микроскопия, вот микроскоп. Давайте смотрим кровь, а теперь выпиваем стакан выжатой лимона. Но ничего не происходит. Конечно, может быть опосредованно далее, если подольше попить, может оно и улучшит. Это намного лучше, чем без ничего. Да и приятнее принимать. Когда пить не хочется, вообще, а чем? Ну и в принципе здесь нужно понимать, что даже мы с вами, когда читаем и везде рекомендуют два литра воды выпить, то никто не пишет, какая вода должна быть выпитая. Вода должна быть щелочной. И тогда количество воды выпитой меньше. эффективность ее выше. И голод на содовой воде дает очень интересные результаты в решении кистоидов различных образований, миом. И представьте, у нас был уникальный случай, когда на 30 недель миома, вот такой живот у женщины, эта миома исчезла. Всего две процедуры по 10 дней голода на содовой воде, когда 5-6 чайных ложек в день женщина принимала. То есть, голод на содовой воде легко переносится. И, ребят, кто тренируется, попробуйте, стакан, горячий бачок, сода, и во время тренировки попробуйте пить, вы всех переиграете. Потому что тренироваться можно уже не час, не два, а четыре часа, и усталости нет. Хоть бег, хоть татами, хоть бокс, все равно. То есть, выносливость резко возрастает, качество усиливается, здоровье, и вот здесь уже спорт, он будет выполнять уже другую функцию, улучшающую. Потому что в спорт мы с вами можем говорить о том, что, конечно, я тоже в прошлом мастер спорта, но у сердца есть определенное количество ударов, которые можно израсходовать во время тренировки. Поэтому нужно тренироваться, быть хитрым. Не обязательно большие перегрузки, потому что мы с вами должны понимать, что сердце определенное количество ударов. Это физиология. И поэтому спортсмены, которые отличались тем, что были выносливые, нагрузки такие тяжелые, марафонцы, гонщики, к сожалению, долго не живут. Поэтому мы с вами должны на хитрости, на технике, и вот как один из вариантов технических средств, это та же сода. А детям, обратите внимание, дети иногда ложками едят, чайная, столовая ложка, подошел, ребенок зачерпнул, взял в рот, съел, побежал дальше. Нет, дети едят. А цитрат на время соды? Ну, конечно, можно пробовать, разные варианты у немцев проще, у них там вообще есть щелочные компоненты в подборках, которые вы можете использовать вместо соды. Пожалуйста. Минерал да, главное, чтобы вода минерализированная была, не выговоришь. Ну вот, и за счет этой минерализации восполняется процесс. Ведь больше всего, когда мы с вами говорим про витамины, в нашем организме все витамины практически образуются в животе, при условии, если в животе есть допустимая мера газа. Конечно, идеальный живот невозможно сделать, чтобы отсутствовал газ. Вообще, в любой живой биологической системе должно быть две трети порядка, одна треть хаоса. В государстве тоже должно быть две трети порядка, одна треть хаоса. Любая биологическая система работает по этому принципу. Это работа академика Дульнева Геннадия Николаевича. Так что вот... Вы все, что женщины смотрите, театр, пальмируете. У всех завязаны, да? Вот как вот... Не у всех. Не у всех. Одинаковых людей нет. Но это понятно, что нет, я имею в виду статистику. Вообще, плодоядное существо человек или плодоядное? Универсальное. Да? Да, но понимаете, какая ситуация? Мы все как бы уже может быть вышли из дикой природы. И то, что в диком мире для нас это неприемлемо. И, к сожалению, приходятся чаще всего те же овощи притушенные, ошпаренные, приваренные. И мне приходится читать лекции в Германии. Однажды в Германии я начал говорить о том, что сырые овощи не очень-то полезные. Вот яблоки, я говорю, обязательно дуют. Поэтому нужно желательно как бы ограничить. Немка подходит, говорит, перерыв, говорит, Александр Тимофеевич, пойдемте со мной. Подводит к бочку кипяток, наливает в кастрюлю кипяток и тут же на глазах на две минуты. Считайте две минуты. Через две минуты достает Антоновку это яблоко. Съешьте. Я говорю, будет дуть. Съешьте, я вас прошу. Я съедаю это яблоко. По вкусу оно не поменялось, но верхний слой как бы приварился. Но самое интересное, не дуло ничего, но самое главное, оно нормально усвоилось. Она говорит, у нас вот так, чтобы яблоко не дуло, его в кипяток подержали, вытащили. И больше всего поразила Япония. Когда мы прилетели в Японию, представьте, в хорошем ресторане сидим, принесли зелень, укроп, петрушка, сельдерей там, все это положили около нас. И пока официант отвернулся, мы уже из этого пучка начали. Подходит официант, это все забирает и тут же при нас в кипяток. Блинк. Полторы минуты подержал, достает, показывает, кушайте. Все. И, конечно, когда ты бываешь в тех странах, где люди питаются по-другому, и те же китайцы, если взять перед едой обязательно стакан горячей воды. Я своим пациентам начал рекомендовать, пищеварение сразу стало лучше. Потому что, чем отличается пищеварение или желудок 20-летнего от 50-летнего в 5 раз по выработке желудочного сока. И в то же время, когда вы начинаете кушать и выпили стакан горячей воды, кровь становится более текучей, процесс пищеварения становится более приемлемый для нас. Получается еще лучше сода? А лучше? Конечно, содовая должна быть немножко щелочная. Не обязательно, чтобы PH была 8-8,5. Легонечко. Да. Ну, в любом случае, я иногда вожу с собой лакмусовые бумажки, ну и проверяешь в гостиницу раз, вода из-под крана идет 8, а здесь 5,5. Зачем пить 5,5? Лучше разогреть из-под крана и попить такую воду. До кипения не допускаешь, а так только пузыри пошли, все, выключаешь, этой водички попил, больше пользы от нее. Она щелочная. Поэтому лакмусовая бумажка должна быть везде, при себе. Какая бумажка? Лакмусовая. Для того, чтобы определять PH воды, особенно, если вы путешественники, если вы ездите везде. И поэтому, когда шишкиндец берешь, у нее PH-6, а это кислота. Какая кислота насытит наш организм? Она транзитом проходит, и вы ее не напьетесь. А вот если PH ее 7,5-8, это уже польза. И вот здесь уже зависит от качества воды, сколько вам положить. Где-то чайную ложку, а где-то, может быть, четверть чайной ложки. Для того, чтобы получить PH где-то 8-8,5. Вот такая вот интересная тема. какие-то вопросы еще есть? Как в жесткой воде? Как в жесткой воде? Ну, как это жесткая? Ну, много солей. В жесткой воде. Ну, много солей. Вот здесь тоже интересный момент. Вы соды добавили, и осадок там выпадает. Вот такой. Сода сняла весь осадок, смягчила эту воду, все, выпили ее. Нормально. По поводу кетель-диеты, что можно сказать? Какой? Кетель. Кетель. Ну, дело в том, что, видите, какая задача стоит в организме, похудеть. Иногда полные люди. Обратите внимание еще на такую особенность. Вот взять плов. И, наверное, обратили внимание, что многие восточные народы плов обязательно с жиром готовят. А знаете почему? Мясо закисляет, а жир ощелачивает. Так вот, чтобы нейтрализовать отрицательное действие мяса, используется жир. И поэтому, если мы с вами плов сварили или нам принесли плов с мясом, с одним, это каша с мясом, это не плов. Плов должен быть с жиром для того, чтобы нейтрализовать вот это отрицательное свойство мяса. Просто там еще есть такой нюанс, что раковые клетки, там, вирусы, бактерии, они же питаются глюкозой в органике. Вы знаете, этот вопрос настолько спорный по поводу глюкозы. Ну вот. Вообще, я уже упоминал о том, что в 20-х годах прошлого столетия Отто Барбург получил Нобелевскую премию, доказав, что в присутствии кислорода любая опухоль распадается. Мы сейчас у себя приобрели фотодинамику. А что такое фотодинамика? Это когда определенный участок ткани опухолевый обрабатывается светом, а дальше вводится хлорофилл. Хлорофилл идет в то место, где было освещение, попадает в злокачественное образование, а там, когда он приходит туда, то под воздействием света формируется взрыв кислорода. Там избыточное количество кислорода, и опухолевое образование исчезает. Посмотрите в интернете фотодинамику. Хотя это было придумано уже давно в Советском Союзе, но почему-то этим не пользовались только по одной причине, потому что будут люди выздоравливать. Никому это не интересно. А болезни щитовидной железы? А болезни щитовидной железы в первую очередь, вот мы когда с вами говорим про... Извините, вам сколько лет? 35. 35. Вот если голову повернете, вот здесь сильное напряжение. Вот здесь боль, да? Вот здесь. Так вот, представьте, что шея должна быть вот как палец. Ни одной болевой точки не должно быть. Вот этого не должно быть. А вот как раз нервное волокно, если его мышца передавила, а импульс идет по оболочке нервного волокна, импульс перестает проходить, тогда ответные реакции сосуды схлапываются. И здесь щитовидная железа обескровленная. И представьте, как долго может быть обескровленная щитовидная железа? Поэтому и зубов нет. Почему? Да потому что отсюда же идет иннервация сосудов, которые обеспечивают кровью наши зубы. И стоматолог становится ненужным, если вы делаете шею, вот как палец, сколько бы ни мяли, ничего не болело. И здесь тоже ничего, ни одна точка не должна быть болезненной. Все. И тогда вам стоматолог не нужен. Конечно, ходить на массаж. Нет, не массаж. Здесь нужно просто понимать и самому работать. То есть, вот девочка внимательно на меня смотрит, поверните голову. То есть, вот этой боли тоже не должно быть, и этой не должно быть, и вот этой. И даже вот здесь точка, которая имеет отношение к глазу. Вот она. И если ее освободить, то кровообращение глаза улучшается. И тогда очки можно поменять. И бывает так, что пока семинар проходит, два-три человека снимают и выбрасывают очки, потому что кровоснабжение восстановилось с глазу. А дальше синим цветом посветили. А что такое глаз? Это тоже клетки. А что такое хрусталик? Это тоже клетка, которая потеряла энергетику. И синий, тот же синий цвет повысил работу митохондрии этого хрусталика. Смотри, катаракта ушла. Глаукома. Глаз, конечно, можно светить как сам глаз, так через... Потому что проникающая способность достаточно высокая. Врожденные, Какая разница? Врожденные, а вредные. Конечно, врожденные сложнее, потому что это дефект на уровне ДНК. А это признак приближающегося инсульта. Да. А вот теперь выйдите. Что? Так вот, когда мы с вами говорим о том, что кровообращение, можно повернить и влево, и вправо голову, в другую сторону, но еще вот сюда яркий недоворот. А почему? Что мешает недоворот? Вот оно. Вот этого напряжения не должно быть. Ну, что за дела здесь, а? А сколько вам лет? 61. Да вы что? Здесь на 70. ну, у меня травма была. А это не оправдание, потому что вот это напряжение, это ущемление нервных волокон, которые управляют височной областью. Это память, ассоциативная память. Откуда это тогда, что зарядку я делаю? А, ну, я не вижу, чтобы зарядка здесь была. Но этого же не должно быть. Какая зарядка? Ну, поверните голову. А теперь вот в эту сторону поверните. Вот напряжение, которое тоже не должно быть. Вот, ну, что это такое? Это затылок. А здесь... А вот вам завтра как раз Тимофей и будет рассказывать, как это убирается. И есть тесты такие, вы можете провести дома. Вот такой простой тест. Подержите-ка на секундочку. Взяли и ручками покачали вот таким вот образом. И считаете до скольки. И на какой минуте ваша рука начинает гулять? На какой? На 20-й секунде? На 30-й? Одна хорошо, а другая... Вот это нарушение кровообращения головы. Видите, вот оно уже все. Может, я тоже выйду к вам? А что сейчас делать надо? Это сниженное кровообращение. Поэтому завтра Тимофей вам будет активно рассказывать, как это убрать, как это контролировать и как это привести в нормальное состояние. Да, и поэтому, конечно... А щитовидка вот такие не сказали. А щитовидка – это в первую очередь кровоснабжение. Вы должны понимать. У меня нет. Как нет? Нет. Часть ног. Ну, проблема. Дело в том, что если нарушение... И представьте, если нарушается кровоснабжение здесь, то в голове-то оно тоже нарушается. Часть сосудов там выключается. Ребята. Я не сказал, что туда-то... И поэтому я говорю, что для нас с вами должен быть вот такой результат. Вот палец не болит, такая же шея. Здесь тоже суставы. И здесь суставы. Какая разница? А боль идет не от мышцы. Боль идет от нервного волокна, которое ущемилось, которое перестало проводить импульсы. То есть это отечное волокно, которое дает вот эти вот боли. И ваша задача, вот эти все отеки убрать... А это с позвоночника идет? Это из спинного мозга выходит, с шейного отдела. То есть нужно постоянно массировать? Не постоянно, один раз хорошо сделать, а дальше поддерживать просто. А поддержание, это как раз работа, опять же, с внутренними органами. Здесь корреляция между тем, и что в животе. А есть такой миф еще, что, допустим, это висцелярки козыли. Можно убрать... Ну, это тоже уж в интернете, что вот можно похудеть, можно убрать живот, можно... Конечно, можно. Но вы сами будете, когда, предположим, человек выпил немножко, печень стала плотной, твердой, он понимает, ага. После каждой выпивки нужно продавить, давить, давить, давить до исчезновения этой проблемы. Он тогда меньше выпивает. А потом вообще... А потом ему становится неинтересно каждый раз разминать. Да, просто... И тут же, как продавил, какие-то капли капнул в глаз. Ух ты! И зрение лучше стало. А почему? Да потому что сложилось условие, обстоятельства. И тот же, предположим, дришти, аюрведические капли. Просто так их капай. Можно... Никакого результата. Полгода нужно капать. Хоть что-нибудь получить. А тут две-три капельницы сделали, там, ну, неделю-две. Глаз-то по-другому видит. Это дришти, это уджула, аюрведические. Они жгучкие такие. Но жгучка, за счет жгучести вызывается усиление обмена роговицы глаз. И это способствует быстрому восстановлению. Ну, прополис. Опять же, если проблема печеночного характера, то вы капаете, не капаете. Результат слабенький. И поэтому, конечно, у каждого свой опыт. И у каждого у одного быстрый результат, у другого более заторможенный. Потому что у него хуже кровообращение, больше застоя, все прочее. Да, но получилось так. Смотрю, у меня змеяка пошла. У меня тут золотая змеяка. Глаза закрыла, у меня на шестом комнате все золотой стало. И прям змеяка растет. А это вот в первую очередь, опять же, кровоснабжение. Смотрите, кровоток. И отслоение сетчатки глаза, оно всегда сопровождается чем? Нарушением кровообращения, в первую очередь. А управляет-то кровотоком здесь, а вот здесь основной пучок проходит. Поэтому, когда выбор, как повоздействовать на весь этот сосудистый пучок, конечно, шея первична, а потом пиявку сюда. А пиявка у него свойства восстанавливает почти умершие сосуды. Правда, будет гематома, но мы с вами знаем, что аутогемотерапия, она активно всегда везде использовалась. И офтальмологи раньше, и я знаю одну из моих пациенток, которые спасли глаз, когда нужно глаз уже оперировать. Один из старых докторов взял, обколол кровью глазницу. Да, гематома образовалась, но эта гематома съела ту патологию, которая у нее развивалась, за чего должны были удалить глаз. Ну, видите, казалось бы, какой способ. И поэтому мы вспоминаем древние способы. Это аутогемотерапия, когда под кожу живота вводится кровь самого человека, пациента. И кровь решает опухоли, кисты, образование, спаечный процесс, а заодно и обмен самого живота. И чтобы иногда такой живот ушел, что нужно? Промять, конечно, дать кастрорке или тисуфат натрия, чтобы его продуло, прочистило, потом и пиявочки проставили, а пиявка, она начинает воздействовать на ткани, ткани становятся более эластичными, и кишка начинает сокращаться, увеличивается, уменьшается ее обмен, и живот начинает опадать. И много приходит к нам бывших спортсменов, таких вот толстых, или артисты приходят тоже толстые, ему по фильму нужно похудеть, поэтому банок наставили на живот. У нас, правда, там у всех компрессоры стоят, когда мы можем догнать до давления на банке, до одной атмосферы, до минус одной, и, конечно, образуются гематомы, и вот эти гематомы, они начинают активировать обмен. А представьте, иногда человек полный не из-за того, что он много ест, а из-за того, что у него много токсинов в кишечнике, и одна молекула жира вокруг себя сохраняет 8 токсических молекул токсина. И поэтому, когда начинаете улучшать состояние кишечника, то, естественно, ядовитых веществ становится меньше, и смотришь, человек начинает больше писать, 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 и этот живот начинает истекать токсичной жидкостью. Вот и все. Я говорю, мы часто пользуемся Аллату, потому что, во-первых, это улучшает состояние сосудистой стенки, во-вторых, это мощное противопаразитарное и противогрибковое средство. Ну, а потом, человек, когда еще ему задаешь какую-нибудь программу, все в нашей голове, ребят, и от того, как вы это произнесете, оно действительно работает. А если еще поддакните... А по какой схеме Аллату назначается? Аллату, там есть стандартные ситуации, по крайней мере, есть тесты и тот же живот. И в животе, когда особенно вы начинаете поддавливать, тогда вам не три бутылки, а бывает две хватит, а то и одной хватает. Потому что люди приходят неподготовленные. Ну, неподготовленные, значит, ешь это, пей. А болезнь Крона, как долго надо пить? А болезнь Крона, ее сначала нужна, опять же, работа, ведь, понимаете, там возникает внутренний отек в кишке, кишка сокращается, просвет ее уменьшается, вот когда вы начинаете продавливать, этот отек начинает уходить, просвет увеличивается. Ведь дело в том, что при болезни Крона никто живот не трогает, боятся к нему подойти. А так как нам приходится работать, то и есть категория пациентов, которые сейчас, когда меня встречают или звонят, они переживают, как бы я куда-нибудь уехал, или что. Говорят, Тимофеевич, а что бы я делал, если бы тебя не было? Я говорю, ну, ты бы сгнил. Представьте, ему предлагали удалить всю толстую кишку. Человек, который имеет миллионы. И куда эти миллионы? Конечно, с собой. хирург, а тут появляется способ решения вопроса.